В этом занятии мы с вами будем знакомиться с семейством ЧОП. Как вы помните, ЧОП это Channel Operator или операторы числовых данных. Давайте посмотрим простейший пример какого-нибудь ЧОПа. Для этого опять же двойной клик. Выбираем меню ЧОП и пишем название оператора, которое называется Constant. Вот этот оператор. Выбираем его, ставим. И вот как выглядит наша константа. Если вы помните, среди топов у нас тоже была константа. И вот как выглядела она. Это был просто белый прямоугольник или белый квадрат. А вот как выглядит наша константа в виде ЧОПа. У нее по умолчанию есть один канал. Как мы говорили, Channel Operators. Почему их так называют Channel Operator? Потому что если у нас топы состоят из 2D картинок. Например, бабочек, текстов или просто сплошных цветов. То все ЧОПы состоят из так называемых каналов. Вот этот ЧОП, Constant 2, который называется сейчас. В данный момент состоит из одного канала. И этот один канал называется ЧН1. И значение этого канала 0. Я могу изменить значение этого канала. Ну и оно, соответственно, поменяется. И я могу создать, например, еще один канал. Я могу его назвать как угодно. Я его могу назвать Channel 2. И создать ему значение 20. А могу создать канал, который будет называться MyAge, например. И задать ему значение 33. Ну и теперь у многих из вас, наверное, мог возникнуть резонный вопрос. А зачем? Ну то есть хорошо, да. Вот мы создали какую-то константу. Она, например... Вот в ней есть три канала, да. Один канал равен 0.59, второй 20, третий 33. Более того, мы можем пойти дальше и создать еще одну ноду, которая нам тоже понадобится в примере, который мы сейчас будем с вами конструировать. Давайте сразу ее поставим. Вот еще один чоп создадим, да. И начнем писать TIM и выберем таймер. То есть вот надо таймер, да. У нее куча-куча-куча разных всяких параметров. Но мы можем, например, самое простое нажать на кнопку Start. И вот наш таймер побежал. Окей, здорово как бы. Таймер бежит. Числа здесь живут, да. Но, естественно, у вас наверняка на данный момент уже созрел вопрос, да, очевидный, что, ну, хорошо, а что дальше-то? Зачем это все нужно? Как бы, если, например, с картинкой все понятно. Вот я загрузил бабочку, и я сразу, как только ее загрузил, я могу начать ей любоваться. Да, ой, какая красивая бабочка. Ой, это тоже очень красивая. Да, то есть как бы они сразу, как только появляются, они сразу начинают работать. Эти числа сами по себе никакого смысла практического не несут. И тут вы, наверное, уже тоже начали догадываться. Я это все подвожу к тому, что у чопов, у channel operators тоже есть своя сверхспособность. Как вы помните, у топов была сверхспособность иметь разрешение, а у чопов есть сверхспособность. Они могут, они созданы даже скорее для того, чтобы своими данными управлять какими-то другими операторами. Делают они при помощи такого понятия, как чоп-экспорт. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Давайте для начала создадим еще одну пустую константу. И вот у нее будет значение 0, да, по умолчанию. Давайте вот этот вот наш chen1, чтобы не путаться, переименуем его и назовем его индекс. Ну это всегда хорошая практика, да, подписывать ваши каналы как именами того, чем вы хотите управлять, чтобы вы понимали, что этот 0, он управляет неким индексом. И вот дальше я вам сейчас как раз покажу сверхспособность чопов, да, их умением управлять какими-то другими операторами. Для того, чтобы совершить вот так называемый этот chop-экспорт, нужно сделать несколько вещей. Поначалу это вам будет даваться сложно, потому что это такой не совсем очевидный набор манипуляций, но буквально там через, не знаю, пару-тройку дней активного использования вы к этому абсолютно привыкнете и для вас это будет как вторая натура. Смотрите, первое, что нужно сделать, это в нашем чопе, который мы хотим использовать, нажать на плюсик. Как вы помните, в первом занятии я говорил, что мы будем по мере работы с нодами знакомиться с их кнопками, да, вот я говорил, что у них есть вот слева ряд кнопок, снизу ряд кнопок. И вот одна из кнопок, с которой мы сейчас с вами познакомимся, это, собственно, плюсик. Он есть у каждого семейства нод, этот плюсик, и у каждого семейства нод он означает следующее, что вы можете, нажав на него, вы можете повзаимодействовать с содержимым ноды. То есть, если я просто выбираю ноду без вот этого плюсика, да, то я ее выбираю как сущность, да, то есть я ее выбираю, у меня вот включается окно параметров для нее, вот я выбираю constant 3 в данном случае, да, и у меня включается набор параметров для нее, я могу ее подвигать, переместить и так далее. Но если я нажимаю плюсик, то я включаю режим взаимодействия с нодой, и я уже теперь не могу ее двигать, но я могу теперь, имея доступ к содержимому, который находится внутри этой ноды. И в данном случае внутри этой ноды находится одна вещь, один канал, который называется индекс, и его значение 0. И вот ЧОПа как раз-таки специально создана для того, чтобы быть какими-то управляторами, скажем так, да, для того, чтобы свои цифровые данные числовые передавать куда-то дальше и чем-то при помощи этих цифровых данных управлять. Так вот, смотрите, что мы можем сделать. Для того, чтобы сделать этот экспорт, мы, во-первых, как я уже сказал, нажимаем на плюсик, чтобы иметь возможность взаимодействовать непосредственно с содержимым ноды. Во-вторых, мы выбираем ноду, которую мы хотим сделать подчиненной. В данном случае я хочу сделать подчиненным ноду Switch 1. Я ее выбираю. И дальше я могу взять вот этот вот канал. Для этого я нажимаю левую кнопку мыши и, не отпуская ее, начинаю перемещать в тот параметр, которым я хочу управлять. Я в данном случае хочу управлять вот этим вот параметром индекс. Я, зажав левую кнопку мыши, начинаю тащить этот параметр и зависаю над слоум индекс. Видите, он подсвечивается. В этот момент я могу отпустить левую кнопку мыши, и у меня появляется такое небольшое диалоговое окно, что я хочу сделать. И я выбираю первую закладку Export Chop. Экспортировать значение чопа, да. И вот видите, вот этот вот индекс стал зеленым. И это свидетельство о том, что свои данные он получает откуда-то извне. И вот моя константа. Теперь, если я опять закрою этот плюсик, чтобы иметь возможность с ним взаимодействовать, и выберу ее, то теперь вы видите, что вот этот вот параметр индекс, он управляет параметром индекс в свече. И, если вы обратили внимание, создалась между ними теперь вот такая вот стрелочка, да. То есть это не полноценный провод, как вот эти вот четыре, да. А это называется ссылка. И если мы на нее наведем мышкой, да, и затормозимся, то увидим, что у нас написано Constant 3 экспортирует индекс в свече 1 в параметр индекс. Название в данном случае нам не обязательно. Может быть, вы могли подумать, что обязательно, чтобы название совпадало, да, что вот здесь индекс, и тогда вот здесь этот канал тоже должен называться индекс. Нет, это абсолютно не важно. Здесь может этот канал называться Simpsons. Это абсолютно не важно. Я просто назвал его индекс для простоты, чтобы было понятно, чем я управляю. Так вот. И теперь, если я начинаю здесь этот индекс менять, то у меня, соответственно, начинает в свече переключаться картинки. Опять же, на данном этапе для вас может у вас возникнуть резонный вопрос. Но зачем это делать таким образом, да, если у нас уже вот этот вот индекс, он уже так работает сам по себе? Зачем ему те же самые значения передавать из какой-то внешней константы? И вы будете правы, потому что вот данный конкретный пример, который я привел, да, он действительно не имеет особо многого смысла. Зачем мне заходить в эту константу и менять в ней там 0 на 1 и 1 на 2, когда я могу то же самое абсолютно сделать в этом свече изначально. Я также здесь могу писать 0, 1, 2, и у меня также будут меняться картинки. И это действительно не имеет практического смысла. Но теперь я просто хотел вам проиллюстрировать пример, да, что такое чоп-экспорт и как его делать. Теперь давайте посмотрим более интересный пример, более жизненный, да, который вот может уже иметь какой-то смысл. Мы с вами до этого поставили чоп, который называется таймер, да. Давайте его тоже сюда перетащим поближе. И поработаем немножко с настройками таймера. Я хочу изменить несколько вещей. Во-первых, я хочу сделать длину таймера не 10 секунд, а 3 секунды. 4, прошу прощения. И во-вторых, на закладке Outputs, да, то есть какие каналы, вот здесь видите, очень много каналов по умолчанию выключено, да, то есть этот таймер, он может гораздо больше каналов генерировать, но по умолчанию они все выключены. Я хочу, чтобы он мне показывал, вот если я его сейчас включу, да, этот таймер, давайте на него посмотрим. Вот я его включил, и он 4 секунды работает. Единственное, что я вижу, это один канал, который бежит от 0 до 1, пока мой таймер работает. И когда таймер закончил работать, у меня канал, который называется Done, то есть выполнено, да, тоже сменился с 0 на 1. Но я бы хотел, наверное, когда вы говорите про таймер, да, вы себе представляете, ну лично я себе представляю сразу какие-то наручные часы, да, или там iPhone, на котором запишем таймер, и вы, собственно, видите, как бегут секунды. Я бы хотел здесь, вот в этом таймере сейчас увидеть, как бегут мои секунды, да. И для этого в разделе Outputs, в закладке Timer Count, я хочу выбрать, чтобы было не off, не выключен, да, а чтобы показывалось секунды. И вот у меня появился канал, который называется Timer Seconds, да, и теперь, если я еще раз запущу таймер, то вот бегут мои секунды. 1, 2, 3, 4, и как только стало 4 секунды, у меня таймер остановился, и канал Done перешел с 0 на 1, да, то есть выполнено. Таймер закончился. Так вот, что мы теперь можем сделать? Теперь мы можем сделать следующее. Давайте тоже откроем этот таймер, давайте еще раз сделаем еще один экспорт, да. Давайте откроем этот таймер для редактирования, то есть нажмем на плюсик, и теперь у нас есть доступ к 4-м его каналам, да, видите, когда я на них навожу курсор мыши, да, у меня, соответственно, они подсвечиваются зеленым цветом. И я хочу вот это вот значение, Timer Seconds, да, то есть секунды, я хочу, чтобы вот это вот значение управляло теперь моим индексом. Для этого, опять же, первое, давайте по шагам, да, потому что я знаю, что сначала для начинающих это сложный такой концепт, этот экспорт, да, и поэтому я несколько раз повторю с самого начала. Значит, первое, что я делаю, я выбираю ноду Timer, у нее открываю режим взаимодействия с контентом ее, да, то есть я нажимаю на плюсик, и вот у меня теперь становится доступна для выбора канала, который в ней есть. Второй шаг, я выбираю ноду, которой я хочу управлять. Это, собственно, Switch 1. Я ее выбрал. И третий шаг. Я возвращаюсь обратно в таймер, выбираю канал, который я хочу использовать. В данном случае я хочу использовать канал, который называется Timer Seconds. Зажимаю левую кнопку мыши и, не отпуская левую кнопку мыши, перетягиваю ее на параметр, которым я хочу управлять. В данном случае это индекс. У меня вот он подсвечивается, появляется такой плюсик. И в этот момент я отпускаю левую кнопку мыши, и у меня появляется диалоговое окно, что я хочу сделать. И я выбираю самое первое. Параметр Export Chop. И теперь вот моя четверка, да, вот у меня таймер в секундах сейчас равен 4, и она, соответственно, четверка передалась в индекс, то есть я вижу четвертую картинку. И теперь я обратно закрыл Viewer, выбираю таймер. И теперь, если я нажму старт, то видите, что происходит? Он передает значение секунд. Давайте еще раз я сейчас выберу быстро таймер и сразу включу ноду Switch. Видите, вот значение таймера. Теперь управляет моим переключением свитча. То есть что мы с вами сделали на самом деле? Если вы уже, наверное, догадались, да, мы с вами сделали галерею. Понятно, что она далека от идеала, да, хотелось бы, может быть, чтобы картинки менялись плавно. Кстати говоря, мы это можем сделать с вами, да, мы уже видели, как это сделать. Прежде чем я это сделаю, давайте внесем одну небольшую правку. Если вы помните, в прошлом занятии я сказал, что у нас разрешение картинки первой не совпадает с остальными, и поэтому, когда мы плавно переключаемся с картинки на картинку, у нас происходит такой некрасивый скачок в контенте. Давайте исправим этот баг. Вот смотрите, давайте посмотрим разрешение наших бабочек. Как вы помните, для этого надо выбрать ноду, да, и узнать по ней сводку. Для этого мы можем либо нажать на кнопку I, либо нажать средней кнопкой мыши по ноде. И мы видим, что наша бабочка 512 на 512 пикселей. Давайте посмотрим вторую, тоже 512 на 512. И третью, также 512 на 512. И давайте, чтобы у нас не было вот этого скачка в разрешении, давайте наш текст 1 тоже сделаем разрешением 512 на 512 пикселей. Вот так вот у нас теперь выглядит наша надпись. И теперь, когда мы будем плавно переключать между надписями, у нас не будет между картинками, извиняюсь, у нас не будет вот этого скачка. Так вот, возвращаемся к нашему свечу. Как мы помним, если мы хотим сделать плавное переключение между картинками, нам надо поставить вот эту галочку. Blend Between Inputs. Сделать его On. И вот теперь, если я перезапускаю таймер, нажимаю на таймере на старт, у меня начинают плавно меняться мои картинки. Еще раз перезапускаю таймер. Соответственно, если бы таких картинок было не 3, а 5, 8, 10, мы могли бы просто с вами сделать галерею. Таким образом, например, я на проекте делал фотогалерею. Принцип работы был абсолютно точно такой же. Единственное место бабочки я использовал фото гостей, которые были сделаны на мероприятии. И вот эту вот картинку, естественно, я не показывал ее вот так вот просто на мониторе, как мы с вами ее сейчас видим. А я выводил ее на проектор. Мы с вами потом уже ближе к концу курса посмотрим, как, собственно, сделать презентационный вид, когда мы скроем все элементы интерфейса, и у нас будет только один контент виден. Так вот, и вот я таким же образом настроил таймер, который раз в секунду просто... Ну, по-моему, не раз в секунду, у меня было раз в три секунды, чтобы чуть медленнее все это происходило, да? Просто менял фотки гостей, это было красиво, просто на большой стене была проекция с этими фотографиями, которые плавно, постепенно менялись. То есть вот мы сейчас с вами создали уже, по сути, полноценный сетап, за который можно идти и просить денег на мероприятии, да? Предоставляя фотогалерею, например. Таким образом, мы с вами познакомились с ЧОПом. И давайте еще раз быстро проговорим, что мы изучили о ЧОПах, да? То есть ЧОПы — это семейство нот, которые расшифровываются как Channel Operator, и их, как бы, скажем так, фишкой является то, что у них есть вот эти вот самые каналы, да? Которые могут появляться по-разному, да? Вот, например, в Constance этот канал просто мы задаем вручную, в таймере эти каналы генерируются автоматически, да? Там в зависимости от настроек таймера и так далее. И дальше мы сказали, что у ЧОПов есть сверхспособность, которая позволяет им свои вот эти вот каналы, свои данные. Она позволяет экспортировать эти данные куда-то в другие места и позволяет этими данными управлять какими-то другими процессами, вещами или событиями внутри TouchDesigner. И в следующем занятии мы с вами продолжим работать с ЧОПами, рассмотрим другие примеры их использования и познакомимся с новыми операторами в этом семействе. Продолжение следует... Продолжение следует...